Это видео будет из цикла нетуристической Юрмалы, там где редко или почти никогда не ходят туристы. Я прошелся за железной дорогой с левой стороны, та которая к сторону реки Лелупе. И вот вы видите столбики, такие сталинские столбики еще из 50-х годов. Даже такое здесь сохранилось. Ну и первым делом я прошелся мимо живописной садоводческой школы, что в Болтуре, рядом с рекой Лелупе. К сожалению, не заснял это на видео, но вы можете немножко видеть на моих фотографиях, как тут живописно и красиво. Ну а дальше смотрим, что тут есть еще, как живут простые юрмальчане. Это я в Юрмале, но с другой стороны железной дороги, не так, что к морю, а так, что к реке. И это начало Юрмала, тут такой тихий частный сектор, не очень богатый. Вот тут такие вот старые автомобили можно встретить, хотя есть и крутые. Есть небольшие новые такие многоэтажные домики. Тут довольно-таки широкая дорога. И вот не самая свежая, но довольно интересная новостройка. Правда, уже отваливается кое-что от нее. Но тем не менее, возможно, тут было старое некое строение, и оно перестроено в такую неплохую, по задумке, новостройку. О, кстати, видите, стеклянная дверь. Никто ничего не бьет. Прикольно. Ну вот так вот. Посмотрите, тут живут, как в саду. Сколько зелени. Это просто обалдеть. Смотрите, как тут оригинально. Заборчик такой. Там садик и еще зеленый забор. А здесь лужайка. Тротуар. А сейчас мы в Юрмале, в такой тихой Юрмале, где многоэтажные дома. Вот так они выглядят. Пятиэтажки. Довольно-таки неплохие. Ну, здесь много машин. К сожалению, паркуются... Да. А вот так выглядит классическая автобусная остановка. Еще с советских времен, вроде бы. Если не ошибаюсь, еще с 80-х годов. Хотя, может быть, это и более позднее. Сейчас не могу сказать. Но это такая вот классическая юрмальская остановка. По крайней мере, они уже давно. Может, с 90-х годов. Ну, и двор. Двор заставлен машинами, конечно. В лучших советских традициях. Постсоветских, скажем так, традициях. Но, тем не менее, смотрите, как тут клумбочка перед входом, скамеечка и мини-садик. Цветочная такая, цветочная клумба. Ну, тут, да. Там, обратите внимание, реновированный дом. Слегка обновленный такой. Освеженный. Освеженный. Если навести порядок здесь с парковкой, с новым асфальтом, то будет очень милый двор. Ну, а сейчас я иду мимо детского сада Юрмальского. Смотрите, тут довольно маленький заборчик. И вот я подхожу, он мне где-то по пояс. Этот заборчик. Ну, большая территория, беседки. Сами корпуса обновлены, утеплены. Сейчас воскресенье. Тут, конечно, нет никаких детей. Ну, детям тут просторно. Есть только один кот. Вот он, котяра. А рядом с садиком вот этот вот пятиэтажный дом конца 80-х. Кстати, много зелени. Ну, и там мы натыкаемся на занавески и пятиэтажки. Там старая панельная, а здесь вот такая же, но обновленная. Ну, и в завершении я сейчас выйду к реке Лелупа, что переводится как «Большая река». Сейчас мы у реки Лелупа, Янду, Булты. И здесь, смотрите, какие лавки деревянные. Можно купаться. Здесь старый такой советский съезд для лодок. Можно привезти какую-то лодку. Тут автобусная остановка рядом же. Частный сектор дальше там идет. Ну, и если мы пройдем вперед, сейчас я это сделаю. То выйдем на еще одно интересное место. Как тут ярко светит солнышко. Ну, здесь тоже старые деревянные лавки. Они уже поизносились. Можно посидеть, не знаю, съездить митерпрод, выпить пиво, кваса там или чая. Тут рыбаки рыбку ловят. В общем, приятный такой воздух. Речной, морской, чистый. Смотрите. Тут сильный ветер, он заглушает встроенный микрофон. Поэтому просто полюбуйтесь красотой на Лелупа. Ну, и по этой речке, кроме прочего, можно прокатиться на кораблике. В летний сезон. Вот такое суденышко ходит. Из Риги в Юрмал, из Юрмала в Ригу. И вы можете воспользоваться. Спасибо за внимание. Смотрите другие мои заметки о Риге и Юрмале.